Привет, ребята! Рада вновь быть с вами. И как обычно, пишите вопросы, а я на них поотвечаю. И сейчас одни из самых частых вопросов. Ну, не сейчас, они вообще в принципе всегда были одними из самых частых. Это про то, как перейти. Так, что-то у меня, подождите. Могу свет поставить. Ну, ладно. Пусть будет так. Вот. И кто за мной смотрит, вы знаете прекрасно, что 14 марта будет 3 года. Ребята, я вижу, что интернет опять никакой. Я не знаю. Я даже не понимаю, видно, слышно вам или нет, слышно вам или нет. Напишите, пожалуйста, в чате. Потому что у меня все время пишут, что плохое соединение. И сегодня в закрытом клубе мы с ребятами как раз и говорили об автономии. Слышно? Ага, Мариночка, спасибо. Мы с ребятами как раз говорили об автономии. Что такое автономия? Как прийти к неедению, как прийти к пранаедению. И, наверное, все-таки я еще раз озвучу, еще раз озвучу то, что когда мы переходим на другой образ жизни, это вообще не про еду. Это именно складывается другое состояние сознания. И оно никак не касается той пищи, либо той еды, которую вы едите. То есть пища и еда – это вообще, в принципе, разные немножечко вещи. Еда – это то, что вы едите, а пища – это то, с чем вы вообще можете, в принципе, контактировать. Это немножечко разные вещи. И как раз, когда мы с вами говорим о том, что не должно быть самоцель то, что вы в себя впихиваете или не впихиваете, то есть неважно, это полезная еда какая-то, сыроедение, хероедение, там еще что-то, вообще абсолютно неважно. Важно то, насколько вы сами для себя подготовились к определенному образу жизни, не к определенным вложениям в себя, вкладывая что-либо там в рот, там еще куда-нибудь, а именно, что вы, куда вы идете, для чего вам этот путь, для чего вам то, куда вы себе наметили, что вы придете. То есть смотрите, еще раз хотела бы вам сказать, что, например, бегун, ну, который участвует там, например, на каких-нибудь олимпийских игр, он начал бегать не ради бега, он захотел получить какие-то эмоции, какие-то бонусы, какие-то восхваления, неважно абсолютно что, возможно доказать своим близким и родственникам, возможно доказать что-то себе через какие-то аскезы, абсолютно неважно, но он просто выбрал этот путь. То же самое, что когда швея, да, она, например, шьет, но она шьет не для того, чтобы я шью, чтобы шить, а она это делает, чтобы в результате сотворить какую-то, какую-то вещь, какое-то платье, сумочку, там неважно что, чтобы получить эмоцию от кого-то, чтобы получить эту эмоцию и надеть ее на себя, что я сделала этот эмоциональный восторг от кого-то. Если бы мы все бег ради бега, то просто бы человек бегал на беговой дорожке, он бегал бы во дворе. Если бы она шила ради того, чтобы шить, то она бы просто, я не знаю, на машинке там кружочек вышивала бы сутками и вышивала бы. Но она же это делает для другого, то есть она делает для определенного, для определенного какого-то состояния самой себе, которое она эти состояния решила получить вот через этот путь, потому что он ей более доступен, ей в нем более... не есть, чтобы меньше ходить в магазин, в туалет, еще куда-то. Вы понимаете, что это у вас бег ради бега? Но если вы идете в состояние другого восприятия, других знаний, другого пласта самого себя, то вам уже... у вас меняется все, у вас меняется ваш мир постепенно, у вас меняется ваше восприятие, у вас меняется ваше отношение к самому себе. И тогда некоторые моменты, они отваливаются как неинтересные, в том числе неинтересно становится чем-то закидываться. как я вам уже говорила, что на каком-то определенном этапе, когда меня спрашивают, а ты не хочешь таких-то вкусов, а ты не хочешь вот это съесть, а ты не вспоминаешь вот про это, на определенном этапе этот вкус, он теряет эту яркость, он становится как какое-то воспоминание прошлого, но уже вкус отвязывается от состояния, то есть ты к нему не прицепляешь, что там вот с этим шампанским был такой-то романтический ужин, то есть у тебя отвязываются постепенно вот эти вот взаимосвязи, колечками, они как распадаются, и получается, что шампанское само по себе, а какая-то изумительная встреча сама по себе. А ты в этом состоянии, в этом ощущении, в чувствовании вот тех эмоций, которые происходят, ты их можешь в себе поднять в любой момент, и ты понимаешь, что тебе уже не нужна там какая-то встреча с этим человеком, тебе не нужно что-то там шампанское, там еще какие-то моменты едящиеся, ты понимаешь, что ты можешь это все в себе воспроизвести, потому что в тебе это уже было, ты это просто можешь повторить вне зависимости, вне зависимости от сторонних каких-то факторов. и когда ты понимаешь, что ты можешь вот это воспроизвести, вот это, тогда ты начинаешь думать, а что еще мое тело может, куда оно еще может меня завести, и ты начинаешь работу уже с телом, и когда ты начинаешь работу с телом, то тебе неинтересны взаимосвязи стороннего, и если даже в тебя попадает какая-то еда, то это уже не про вкусы, а это про то, что про наблюдение химии в твоем теле, когда у тебя соприкасается одна субстанция внешняя с внутренней, с твоей, с родной, но там уже не идет речь про вкусы, там идет речь уже об ощущениях, которые ты можешь прочувствовать через свое тело, а куда тебя эти ощущения приведут, каким новым разбором самого себя, каким новым высотам самого себя приведут тебя вот эти ощущения, в какие чувствования они тебя поглотят после этих ощущений, Жора, единое место, вот ребят, и как раз вот которые марафоны я делаю, в том числе марафон, вот сейчас будет марафон возможности меня, да, или марафон касания марафон марафон касания вечности, марафон возможности меня, это там глубинное прорабатывание каждого человека, это глубина познания себя, то есть что я, почему не могу изменить, и вот я как с другой стороны, как бы откуда вам себя не видно, я там как раз марафон спрят ster и в с другой марафон п с другой н с другой марафон н марафон нет Продолжение следует...